Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня встречаемся со Светланой Кафой, миграционным адвокатом. Я для тех говорю, кто не в курсе. И у нас так последняя тенденция такая в наших разговорах, что это происходит где-то в поездке между рейсами. Вот и сейчас Светлана тоже там через несколько минут улетит в Лос-Анджелес. И мы пользуемся возможностью поспрашивать. Столько динамики сейчас, столько всего происходит. На законодательном уровне ничего вроде нет такого, но административные всякие интерпретации истока разных процессов. И там с H1B что-то происходит, и на мексиканской границе происходит. Что происходит? Скажите, пожалуйста, последний месяц, я не знаю, что у нас? Здравствуйте все! Давайте поговорим о изменениях, которые касаются статуса беженца, подачи на асайлент. И также после этого немножко о экстраординарной линии E-B1, потому что это два таких самых распространенных пути иммиграции, постоянной иммиграции. И это то, чем мы занимаемся больше всего, кроме других вопросов. Значит, со статусом беженца какие порядки? Сейчас практически всех уже вызывают через месяц-полтора-два после подачи документов. После сентября этого года мы уже все документы, новые подачи, я уже говорила про это раньше, подаем их сразу с историей и с теми документами сопроводительными, которые готовы на тот момент. Это не значит, что мы не можем добавить что-то перед интервью все равно. То есть когда мы с вами раньше говорили о том, что до сентября этого года мы подавали очень часто просто, ну, как называли, пустой кейс. То есть он не был пустой, но он был без истории, без правок, он был просто... Географическая информация там содержалась. То есть сейчас, после сентября этого года, мы не можем уже без истории подавать документы. И мы стараемся максимально сопроводительные документы, справки, письма, фотографии приложить сразу. Но это не значит, что их нельзя еще добавить перед собеседованием. То есть мы все равно за неделю, за две до собеседования имеем полное право добавить что-то еще, и мы так и делаем. Значит, что меняется еще в порядках? Правило основное не поменялось. То есть документы можно подавать на статус беженца в течение года с момента приезда в Штаты, независимо от того, по какому статусу вы приехали. То есть кто-то приехал по J1, кто-то приехал как турист, кто-то приехал по рабочей визе. Есть год с момента приезда, чтобы подать без просьбы сделать какие-то исключения. Потому что есть люди, которые подают и через два года, и три, и пять, и десять, и они проходят даже с первого раза. Просто нужно иметь веские причины и получить такое разрешение, чтобы документы приняли в виде исключения позже и одобрили. Но чтобы не просить такого исключения, нужно подать в течение года. Значит, мы придерживались такой стратегии, практики, что мы старались подать всегда документы последнее какое-то количество лет до истечения срока той туристической визы или того статуса туристического по форме Ай-94, который человеку поставили. То есть разрешили быть два месяца, или шесть месяцев, или четыре месяца. Мы подавали до истечения этого срока. Почему мы так делали? По двум причинам. Первая, чтобы люди были все время в легальном статусе, то есть чтобы не боялись, что мы как-то что-то нарушаем. А вторая причина, потому что на всякий случай думали, вдруг выиграем лотерею, когда попробуем получить грейм-карту на месте в Штатах, пока мы ждем рассмотрения статуса беженца. И может быть, нам разрешат получить эту грейм-карту, не выезжая из страны, если мы подали на статус беженца до истечения срока, например, туристического статуса. Но сейчас мы делаем эксперименты с людьми, кто выиграли лотерею, кто ждет статус беженца. Неизвестно, или у них получится получить эту грейм-карту по лотереи, не выезжая. Или все равно надо выезжать, как по правилам это положено делать. По этой причине нет необходимости строго придерживаться подачи документов на статус беженца до истечения двух или четырех или шести месяцев туристического статуса. Ничего не поменяется ни в решении, ни в отношении офицера, ни в шансах пройти с первого раза, если все отпадал вовремя в течение года, а не впадал в течение шести месяцев, три месяца. По этой причине нам сейчас главное, чтобы люди не переживали тему, а чтобы впадали в хорошее дело, чтобы впадали в сильный кейс, и чтобы это сделали до года с момента приезда. Поэтому наши отношения и стратегия немножко меняются в этом плане, потому что люди привыкли слышать, что год надо обязательно уложиться до того, как закончится туристический статус. А на самом деле это ни на что сегодня не влияет, и хуже не станет, если мы подали на месяц или два позже. Но все-таки мы не хотим подавать через месяц после приезда, чтобы рассмотрение произошло пока человек в статусе. Я правильно понял? Я имела, извините, неправильно, как бы вы неправильно поняли, я имела в виду через месяц после шести месяцев, после того, как закончился туристический статус. Не как бы сразу, как только приехали. Да, но в любом случае мы не хотим подавать рано, мы хотим дождаться границы официального пребывания и тогда уже. Да, то есть я просто это еще не успела сказать, но я подумала, что вы имеете в виду, когда я сказала через месяц, я не имела в виду подавать быстро. То есть сегодня пока еще мы не советуем подавать быстро, а лучше подавать позже. А вот такой вопрос, Светлана. С точки зрения статистики конкретной, вот у вас в основном, наверное, в Сан-Франциско, вот как бы ваши рассмотрения. В основном, не в основном в Сан-Франциско, нет, в Лос-Анджелесе, в Майами, в Чикаго. Отлично. Вот там, где у вас это, вы можете наблюдать своими глазами, на своей практике, можно сказать, что вот как бы те меры, которые администрация нынешняя предпринимает, по ужесточению, ну в рамках административного, да, это право, у них такого, как бы законов таких нет, вот которые, миграционных, которые изменились бы. Но вот в рамках того, что они могут подкрутить, мы видим, что статистика отказов растет. Ну, нам говорят, что она будет расти. То есть, смотрите, у моих клиентов, то есть я вижу немножко ухудшения в статистике, не сильно. Но есть разговоры о том, что, например, в Сан-Франциско, где самая высокая была статистика, и Лос-Анджелес тоже, будут приближаться ближе к Нью-Йорку и Чикаго, где статистика примерно треть всегда была, в Сан-Франциско в лучшие времена была 66%, а потом сказали, что упадет на 40% чем-то, а потом, может быть, и ближе к 30% чем-то, как в Нью-Йорке. То есть пока что из того, что мы видим, тенденция все-таки больше результатов положительных получить в Калифорнии и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско. Но самую худшую статистику замечаем в Нью-Йорке и в Чикаго. То есть тоже ухудшается? Да, то есть, например, Майами и Тексис как-то лучше держатся, чем, например, Нью-Йорк и Чикаго. Но это не значит, что люди не пройдут, и не значит, что они, если не прошли с первого раза, не пройдут в суде. Мы только говорим о статистике с первого раза. Да, интервью с офицером. В суде это другой вопрос. И, в принципе, в суде практически все, кто просто какие-то мелкие ошибки сделал, могут пройти в суде. О мексиканской границе, вот что-нибудь такое, я понимаю, что там динамично, и вот что-то такое происходит. С точки зрения, не вообще событий, которые в новостях можно прочитать, а с точки зрения того, с чем сталкиваются миграционные адвокаты, миграционные всякие организации, и с точки зрения того, что люди, которые планировали прийти через Мексику, вот какая ситуация нынче? Что происходит? Ну, если честно, я стараюсь почти не участвовать в процессах, которые идут через Мексику, просто по той простой причине, что нужно очень много времени уделить этим людям, которые это делают, и у нас нет возможности это сделать из-за загрузки здесь на месте. И плюс, все-таки, я придерживаюсь мнения, что это нарушение моей лицензии, кого-то консультировать и помогать им приехать через Мексику. По этой причине я просто стараюсь не участвовать в этом и даже не консультировать. Но когда люди уже попали на территорию штатов, и у них назначено слушание судьей, они попали через Мексику. Я с такими клиентами работаю, и их становится больше и больше. То есть видно, нам видно, что увеличился процент людей, которые рискуют и едут через Мексику. В основном те, у кого, как говорится, по одному взрослому на одного ребенка до 18 лет, тенденция выпустить за 2-3 дня из иммиграционной тюрьмы. Но взрослые без детей или дети старше 18 лет, даже до 21 года, но старше 18 лет, есть случаи, где разделяют родителей детей, и даже старше 18 лет, как и считается взрослые уже, до 6 месяцев держат заключение в очень нехороших условиях. И так как я не могу брать эти дела, то есть у меня есть небольшой опыт с этим, просто потому что я, ну как бы сама на это соглашалась, помочь, но это не часть моей практики. Я просто в этом не участвовала. Это очень сложный процесс, то есть не все могут это выдержать, морально, физически, вот на таких условиях. Но сейчас пока закон не менялся в плане того, что абсолютное право через 6 месяцев выйти оттуда, попасть к судье. И те, у кого маленькие дети до 18 лет, если, например, папа и мама, двое детей или больше один родитель с кем-то и второй, выпускают через 2-3 дня. Просто это, ну как бы не для всех, и кто решается на это, в принципе, как-то это выдерживает. Просто это нужно делать уже, когда совсем невыносимо и когда визу, ну никак не дают. Светлана, такой вопрос, может быть, немножко спекулятивный, но я вот когда рассказываю, комментирую события там политической жизни с проекцией на миграцию, я говорил, что победа демократов в Палате представителей затрудняет республиканцам принятие законов, которые позволили бы ужесточить иммиграцию. То есть раньше им проще было, они просто как-то не собрались, что ли, этого сделать, а сейчас как бы, то есть спрашивают, а лотерею отменят, а когда отменят, еще чего-то. Мое мнение было такое, что ее теперь стало намного сложнее отменить, чем раньше. Вот среди адвокатов иммиграционных как-то вот есть на эту тему какие-то рассуждения? Я понимаю, бытовые, так сказать. Мы очень мало говорим про лотерею, то есть мы очень много говорим про экстрадионаревинию, про инвестиционные визы, H1B, статус беженца, а про лотерею почти нет, по той причине, что адвокаты иммиграционные обычно не участвуют в процессе подачи и получения грин-карты, поэтому мы очень мало времени этому уделяем, но из-за того, что я слышу, ну, навряд ли отменят лотерею, то есть больше шансов, что могут какой-то год пропустить. Хорошо. Очень маленькие. Могут ужесточить требования, кто получит грин-карту после выигрыша лотереи, просто саму лотерею... Что было бы достаточно разумно, я не вижу проблему ужесточить требования, если есть такое количество людей, из которых можно выбирать. Но вот вы на самом деле начали, наметили линию про экстраординарных и что там... И по бизнесу вы сказали. Да, другие программы, да. Ну, то есть экстраординарная линия EB1, она популярна тем, что мы независимы от работодателя. То есть если такой, знаете, известный, называется протоптанная дорожка, такой путь иммиграции, когда получили H1B визу, а потом работодатель через год или два или три подает на грин-карту по EB2 или EB3, то есть через labor certification. Это путь такой протоптанный, но он очень длинный, и человек зависит от работодателя. То есть если вдруг там уволили или компания, ну что-то какие-то изменения произошли, тогда бывает надо начинать сначала этот процесс, и он очень длительный. А экстраординарная линия популярна тем, что не нужно делать рабочую визу сначала, можно, но не обязательно. И не нужен работодатель для этого, хотя работодатель не мешает, просто его не требуется показать, что есть работодатель. Но с этим немножко меняются порядки, вот порядки для всех поменялись после сентября этого года это в том плане, что после сентября все новые подачи, иммиграционная служба не обязуется прислать запрос на дополнительные документы, если их что-то не устраивает в первоначальной подаче. То есть они могут прислать этот запрос, и мы все равно видим и получаем такие запросы, но законодательство или административные порядки, скорее всего, говорят, что если офицер хочет, может просто сразу отказать. И это не значит, что человек не может подать заново. То есть это большая разница в отличие от статуса беженка. Там если отказали, совсем другое, что-то другое происходит. ИВ-1, экстраординарная линия, ЛИВ-2, сколько хочешь раз, столько и подавай, главное деньги плати. То есть там нет такого, что отказали, и теперь нужно ждать какое-то время, нельзя снова подать. Люди, которые настойчиво хотят пройти, они подают сколько надо, пока они не пройдут. А дорого стоит подать? Сколько надо каждый раз платить, чтобы это сделать? Если просто за форму, за пошлину, мы говорим, 700 долларов стоит. Сколько? 700 долларов. Но те, кто очень хочет это сделать, это же легальная пошлина, это не люди платят попытки, делают какие-то нелегальные, наверное, они гораздо больше денег платят, чем 700 долларов. Если работать с адвокатом, естественно, она платится больше всего за первый процесс, а потом, если не прошли, то есть доплата, но она уже меньше на переподачу. Вот. Просто теперь я хотела просто сказать, что мы тоже немножко меняем подход и стратегию, как мы подготавливаем петиции, как мы их когда подаем, и что мы вообще делаем с этими петициями. Значит, я лично в моей практике придерживалась такого порядка, что мы рекомендовали людям платить за ускоренное рассмотрение петиции, потому что мы видели, что тенденция была больше одобрить дел даже без запроса на дополнительные документы, чем вообще отказать или попросить эти документы. По этой причине мы всем, ну как бы не настаивали, но рекомендовали заплатить за ускорение. И вот просто, чтобы кто не знает, вот огласить стоимость ускорения. То есть петиция стоит 700, а ускорение было 1225, а сейчас оно 1410 плюс 7700. Получается, нужно еще 200%, нужно добавить, получается, в три раза дороже получается с ускорением. Вот. Но сейчас мы заметили обратный эффект. Значит, что происходит? Когда мы платим за ускорение, это обязует иммиграционную службу, по закону обязует за 15 календарных дней прислать какой-то ответ. Да, нет, или пришлите нам еще чего-нибудь. А если они не уложились по какой-то причине в этот срок, там, не знаю, офицер заболел или не успел, или какая-то была причина, любая, деньги положено вернуть обратно за ускорение. И мы пару раз уже денежки обратно получали. Но клиенты не хотят денежки обратно, они хотят результат. А иммиграционная служба не хочет деньги обратно давать. По этой причине они стали последние пару месяцев или отказывать, или присылать запрос на дополнительные документы. То есть в обратную сторону пошла тенденция. Поэтому я не советую ускорять по той причине, что офицер просто чувствует напряжение и не успевает это все рассмотреть. Так легче просто прислать и причем обычно это не отказ. Это присылают на 10 страниц запрос на дополнительные документы. Причем это просто шаблон и даже не относится к тому человеку, к его делу, к его профессии. Это просто неграмотный такой запрос. И что получается? То есть время на 3 месяца все равно затягивается, потому что нужно писать ответ на это. Клиенту нужно доплачивать за этот ответ. И потом неизвестно офицер, как он опять это все рассмотрит за 15 дней после ответа. То есть ты им ручку золотишь, а они тебе еще и щелбан такой. Но это мы платим и ручку золотим каким-то там службам другим, а сидит чиновник-исполнитель. И мы ничего ему не золотим, кроме как на него давит его начальство давай быстрее чего-то решать. Вы знаете, что меня смущает? Удивляет. Какое дело чиновнику или его начальнику до каких-то там 200 долларов или даже 1200 долларов туда или сюда. Что им эти деньги? Они же чиновники, они же на зарплате, они на бюджете. Что им? Какие-то вот эти бонус получаются? Ну, чиновники просто не хотят спешить с работы, не хотят, чтобы на них оказывали давление, поэтому им эти деньги не важны. Но получается, так как приняли решение, ну, я лично думаю из своего профессионального опыта, почему мы теперь должны подавать полный кейс, да, потому что, в принципе, и почему сказали, что не обязательно давать запрос на дополнительные документы, потому что отказывают, надо платить пошину, все платить заново. А когда присылают запрос на дополнительные документы, тогда клиент платит за дополнительную работу, а пошину ничего не платят. Вот, скорее всего, это как бы финансово все мотивировано. Вы еще упомянули, я не знаю, вы имели в виду что-то там углубить, но вы так упомянули про бизнес виза, про бизнес эмиграцию. Я просто сказала, что для всех типов эмиграции, и сказала просто, что мы обсуждаем вопросы изменения на конференциях наших, повышения квалификации, мы просто по лотерею почти не говорим, потому что обычно с этим... Давайте я вас спрошу, вот в вашей работе, ну как бы мы же тоже с живыми людьми работаем, и тоже у них решаются такие судьбоносные вопросы, понимаете, профессия, выйти на какой-то уровень в жизни, и так далее. То есть тоже очень важно с переживаниями, с эмоциями, и так далее. Вот у меня, например, самый сложный случай в моей практике будет, если человек пришел, деньги заплатил, я должен какую-то работу произвести, а он, как сказать, он вроде бы и пришел и говорит, вот ты меня научи, но он не слушает, а слушает всех вокруг по интернетам еще куда-то, еще куда-то, у него на все свое мнение, и я просто лишен возможности, я не могу ничего сделать, если он не слушает, понимаете, то есть как бы там, где ученика нет, уже вроде и учитель не нужен, у вас такое тоже есть, или все-таки есть какой-то пиетет, вот адвокат сказал, делаем, как сказал, или у вас самолечение тоже, как некоторые? Конечно, люди же одни и те же, то есть контингент людей, вот, я думаю, тип людей, которые вот считают, что заплатили деньги, и, ну знаете, как говорили там когда-то, что вот, я заплатил, я музыку заказываю, а на самом деле для успеха нужно наоборот, то есть заплатил, и за то, чтобы сделали для вас работу, чтобы получили результат, поэтому, конечно, ну проще всего нам работать с теми, кто пришел, заплатил, доверяет полностью мне, потому что обратились к специалисту, все-таки у нас свободный рынок в этой стране, и люди могут иметь выбор адвоката, и если я считаю, что, конечно, если выбрали меня, а я выбрала их, ну в основном они, конечно, выбирают меня, то хочется, чтобы было доверие, доверие во всем, имеется в виду, что человек пришел за результатом, и, конечно, проще всего, если сказал человеку, что нужно, он сказал, я вам полностью доверяю, то есть доверяет мне уже как бы изначально, что я не обману, что я сделаю эту работу, а если нет, зачем начинать тогда, то есть хотелось бы, конечно, то есть у нас, слава богу, много клиентов, и, ну, есть работа, но хочется работать с людьми, которые хотят работать с нами, потому что, и вот что я имею в виду с нами, раз вы уже тоже эту тему затронули, я, как бы возглавляю фирму свою, возглавляю процесс, но у нас команда есть, она небольшая, до 10 человек, вот хочется, чтобы люди, ну, как бы не боялись и чувствовали себя комфортно, доверить работу со мной и с моими сотрудниками, которые все на их благо работают, и которым я уже доверила, и раз доверяют мне, по идее, должны доверить им, это не значит, что они финальную работу полностью всю сделают, это значит, что они ту часть работы, которую они делают лучше, чем кто-то другой, у каждого своя есть специализация какая-то, есть твоя функция, и вот, конечно, люди, у нас, слава богу, много положительных результатов, их там где-то близко к 80%, а по EB1, наверное, 90%, вот, по целом, это, наверное, 80%. 80% вы имеете ввиду на первом интервью с офицера? Первый раз, да, а в суде, я бы сказала, где-то 95%, то есть в суде, в принципе, я не беру дело, если я вижу, что оно совсем-совсем не пройдет, то есть просто проходим мы. Мы только что вернулись из Флориды, и там я показывал недорогую недвижимость, чтобы не пугать людей, вот мы их перепугали, тут Кремниевой долиной, и там риэлтор на месте, мы там женщину, значит, нашли, она показывала, очень хорошая риэлтор, и она так вызвала симпатий много, и тут же начали ей люди звонить, там, желая что-то купить, там, за 100-120 тысяч, там, квартирку, и так далее, и она мне вдруг говорит, ты знаешь, говорит, человек позвонил, и мы с ним говорили, и он говорит, только пожалуйста, не обманите нас, и она чуть не заплакала, потому что, ну как же, ну что ж такое-то, правильно, и вот, то есть, вопрос доверия, конечно, может быть, знаете что, может быть, люди, которые живут вот в отечестве, они привыкли, что надо быть, начеку, что со всех сторон обманывают, может быть, это как бы часть вот того наследия, которое мы в себе носим. Люди, мы знаем, я тоже там жила, то есть, там родилась, там жила, и весь мой коллектив из бывшего Советского Союза, мы все понимаем менталитет, мы знаем, что это такое, но все-таки мы в Америке, у нас есть законы, которые защищают права людей, поэтому они сюда и едут, наверное, это как бы основная причина, и просто вот, ну такое, не знаю, просьба, просто, что если люди уже пришли, и заплатили деньги, и все проходят первоначальную платную консультацию, ну вот, если не уверены, лучше не начинать, есть же другие адвокаты, вот просто те, кто доверяют, даже у кого послабее дело, они проходят, но надо изначально быть настроен, что я уже пришел, я уже себя хорошо чувствую, я хочу с вами работать, а не хочешь, мы никого силой не заставим. Вот, я еще хотела один момент, маленький-маленький упомянуть момент, вот, мы когда-то с вами в видео, там, немножко огласили цены, да, то есть цены немножко меняются, то есть когда-то задавали вопрос, сколько стоят услуги, вот, то есть немножко цены поднялись, и, ну, надо спрашивать просто напрямую, там, какая цена, то есть она радикально, конечно, не поменялась, но она немножко выросла за время там с прошлых наших бесед с вами на эту тему, и по статусу беженца, и на экстраординарную линию, по той причине, что даже не потому, что рынок меняется, а просто количество времени и энергии, которое идет в подготовку и работу с людьми, и получение результата, она увеличилась, то есть количество часов значительно увеличилось с каждым клиентом, и по этой причине цена тоже немного выросла, но есть, как бы очень много положительных результатов, и поэтому оно того стоит, и вот поэтому хотела тоже этот момент. Мы не оглашаем, насколько выросла, или как бы, то есть, мы можем сказать, если кто-то через пять лет будет смотреть, мы введем его в заблуждение, но вот если, скажем, на текущий момент что-то, мы так не хотим конкретики никакой? Ну, мы не хотим конкретики, но где-то процентов на 15 цены поднялись. Я могу сказать, что вот у нас, например, в бизнесе, я уж, как я не люблю цены повышать, вы себе не представляете, но получается, что вот сейчас, скажем, работа, вот человек на телефоне, который сидел, ну, я не говорю, что 20 лет назад это за 6 долларов делалось, но еще там 5-6 лет назад можно было за 12, сейчас у меня там это 40 с лишним тысяч уже в год надо платить, меньше я даже и не могу, у нас 15 долларов минимум сейчас в Mountain View, тут была Салтаси, поэтому оно все прет, как я не знаю, рент растет, и уже так не хочешь, и все равно приходится повышать, поэтому... Ну вот, если честно, даже рент, если не вырос там сильно, ну, чуть-чуть он вырос, но я вам просто маленький пример приведу, просто, чтобы люди понимали, то есть, вот, что они получают, да, какой сервис, опять же, это те, кто доверяет, те, кто понимает, что я знаю, когда сроки подачи, там, что нужно сделать, и когда, на статус беженца у нас минимум 8 общений с клиентом, а может больше, или личных, или по скайпу, то есть, минимум 4-5 раз мы работаем над историей, где-то по часу-полтора, и минимум 4 репетиции, именно в симуляции собеседования, кроме других бесед, по разрешению на работу, и так далее, то есть, это не один адвокат, из которых я знаю, слышу, что близко даже такого не делает, поэтому цена соответствующая, она даже не совсем соответствующая, если ее разделить на часы, ну, то есть, я чувствую, что, ну, я знаю, что мы эти часы отрабатываем, и хотим результат, поэтому люди должны понимать, почему и зачем. Светлана, такой вопрос, вот в связи с тем, что сейчас человек, когда подает, он должен иметь уже историю, с одной стороны, если он едет с набором документов, то он как бы подставляется на границы, если он едет пустой, то что потом будет, он хочет ехать в страну, уже имея в голове представление о том, что у него за история, а не там на месте вдруг, что-то, как быть, оптимизация, как должна происходить, первый шаг, второй, третий, до приезда, после приезда, вот что нужно. Я не могу никого готовить к тому, что им надо делать, если мы говорим про статус беженца, естественно, на одной линии люди, в основном, у себя находятся. Это опасно, что-либо вести, то есть человек должен принять решение, что остается на месте, а потом, ну, чтобы со мной подготовиться, не в спешке, не мешает иметь 3-4 месяца, иногда больше, просто в зависимости от сложности дела, от того, когда они, как будут документы доставать. Но, наверное, каждый человек должен подумать о том, какие вообще документы ему могут понадобиться, и где, и как он будет их доставать, кто приедет, по идее. Вот. Но еще хочу момент такой упомянуть, что иногда вот люди, может быть, потому что привыкли к чему-то, считают, что вот они заплатили деньги, мы должны им создать документы. Ну, как бы, выдумать их там, не знаю, в страхах выписать. Но это не так. То есть адвокат не имеет права, и мы такого не делаем. То есть мы советуем, какие документы нужны, для чего, такого типа. Но мы не можем эти документы создавать. Это не может быть частью работы, которая ожидается от адвоката. Я с адвокатом в Майами разговаривал. А там, знаете, много народу приезжает из там, из Отечества, ну там, кто отдохнуть, кто чего. Вот. И он говорит, что я каждый день кого-то выгоняю из офиса, что приходят люди и говорят, я плачу, ты мне сочиняешь историю. Он говорит, иди отсюда. Шарахается от них. Говорит, потоком. Потоком идут люди, которые считают, что адвокат ему должен сочинить какую-то забиральную историю, и вот он с ней будет ходить. Ну мы, смотрите, помогаем человеку построить его историю по его жизни. То есть, каждым человеком ведется абсолютно индивидуальная работа, и нет похожих историй, и нет шаблонов. То есть, есть история, которая по жизни человека, человек часто не знает, о чем ему говорить, и что подходит, что не подходит. То есть, поэтому идет там 4-5 встреч, истец, во время которых выявляется с помощью задавания вопросов, ну типа как встречи, допустим, с психологом. Ну да, да. Я понимаю, что вообще нужно, и что подходит, и во время консультации получасовой многие эти вещи тоже можно выяснить. Ну да, я просто говорю, что люди недопонимают, в чем состоит функция адвоката. Ну что же, хорошо, с точки зрения, ну может быть, как сказать, общих тенденций, вот, или скажем так, закручивания гаек. Сейчас сложнее будет гаек закручивать? Потому что у меня ощущение, что законодатели наши не в состоянии двинуться никуда. Ни с двумя палатами в одной партии, ни с одной палатой, и тут другой палатой. И там они просто не в состоянии договариваться даже друг с другом в одной партии. Поэтому, вот, если не меняется законодательство никак, мы можем ожидать каких-то, какого-то закручивания на административной стороне, какого-то очень существенного. Ну вот, как я сказала уже раньше, то есть, вот, есть слухи о том, что будет процент с первого раза получения статуса беженца будет уменьшаться, ухудшаться. По этой причине хочется быть все-таки в том, пусть даже треть или там 40%, попасть именно в процент положительных результатов. Да. В причине тенденция больше часов потратить и больше обо всем подумать, и вопросы новые добавляются, которые во время собеседования более-таки пытаются на чем-то поймать человека. Задают вопросы о том, что они делали, как они получали визу, как они документы заполняли, в чем была роль адвоката. То есть ряд вопросов, которые вообще не связаны с их историей. Поэтому просто, опять же, тратится больше времени, потому что хочется, чтобы люди попали в положительный процент. С точки зрения H1B, вот эта рабочая виза, я слышал буквально на днях, пару недель назад, что-то такое, было опять какие-то там ужесточения, что-то есть такое существенное? Еще раз скажите. С рабочими визами H1B, с получением грин-карт, какое-то ужесточение есть? Я сейчас почти не занимаюсь H1B визами, но говорят, что ужесточение есть, потому что, если раньше еще можно было пройти по похожей профессии или не совсем законченным высшим образованием, сейчас нужно, чтобы был бакалавр, чтобы он точно совпадал с специальностью, и, ну, как бы строже в этом состоянии. Постойте, постойте, то есть, если раньше говорили, что у тебя может не быть бакалавра, но 3 года х опыта идут за 1 год университета, скажем, 12 лет опыта, у тебя уже как бы есть эквивалент бакалавра. Сейчас так не пройдет? Ну, я сейчас не беру эти дела, потому что там очень маленький шанс пройти из-за лотереи, поэтому я сейчас стараюсь как бы держаться подальше от H1B виз, поэтому я постоянно это не делаю, но разговоры во время конференции, разговоры о том, что будет тенденция просто, ну, больше запросов на дополнительные доказательства, больше тенденции отказов, потому что есть выбор, и все-таки от президента это исходит, чтобы брать специалистов, у кого есть ваше образование. Поэтому это будет точно проблема в будущем, ну, этот пункт ужесточает. Ну что же, хорошо, ладно, тогда, значит, не будем вас задерживать в движении к самолету, а часто приходится так, да, по стране? Ну, вот завтра, завтра есть собеседования выездные, поэтому вот лечите в курсе, вернее, выезжаю за в курсе, вот, так что спасибо. Хотела сказать, что еще все-таки нам один-два человека, возможно, понадобится в офис, поэтому, если есть и разрешение на работу, и нет активного дела в процессе на статус беженца, можно интересоваться позициями. А были какие-то люди? Мы же как-то говорили, да, что вот вам... Конечно, были, но просто надо, чтобы и нам подошло, и человеку подошло, и условия подошли, и чтобы нам... Ну, и хочу просто уточнить, нам нужен человек лично в офисе, то есть у нас не может человек работать из дома, и мы не можем реалокацию, никакую предложить им как бы оплату за их перемещение. И мы не можем сделать рабочую визу, и не можем... То есть это человек, который местный, или который хочет приехать и работать именно в Сан-Франциска, ну, или жить где-то рядом, но работать в физическом офисе. То есть у нас есть такая потребность, поэтому кто интересуется, может знать. То есть так никого не удалось найти, да? Не одного? Удалось, удалось. Новая девушка, сотрудница очень хорошая, с таким же именем моя тезка тоже Светлана. Так, ну что же, значит, уже не зря, правда? Просто, да, у нас теперь две Анастасии, две Светланы и Зара, то есть у нас вот пять. Понял. Ну что же, хорошо, девчонок много. Пару мужчин тоже есть, вот вы их видели раньше, вот у него наши специалисты такие вот уже долго работают в компании. Вот, но мы хотим еще, наверное, одного человека написать, вот, чтобы подошел нам, а мы им, поэтому еще можно интересоваться этим вопросом. То есть именно с юридическим образованием вы хотите? Нет, не обязательно, просто нужно, чтобы человек хорошо, свободно говорил и писал, читал по-русски и английски, то есть имеется в виду без ошибок, свободно, и переключался с одного языка на другой, и был грамотный, и любил с людьми разговаривать. То есть фактически блогер вам нужен. Так, ну что же, хорошо, план Свет, спасибо большое. И вашим сотрудникам привет передавайте. Передам. Я хочу сказать, что нам всем, кто вот так на переправе стоит, и с одного берега на другой народ перебрасывает, в том или ином как бы аспекте, вот, я думаю, нам как зачтется там, когда будут оценивать и скажут, что ж ты вот и тут, и там, и скажут, ну ладно уже, что там, все-таки какое-то, что-то хорошее делал тоже. Правда? Да. Ладно. Хорошо. И, соответственно, успехов. Я хочу пожелать успехов всем тем, кто в процессе, тем, кто скоро будет в процессе, тем, кто как бы ждет всяких решений, вот, потому что нам всем нужен успех. Правда? Спасибо, да. Хочу сказать еще, что вот, ну, такое-то на последнее, не знаю, важное просто, я забыла. Ну, вот, есть у нас такая, не знаю, популярность, вот, кроме того, что положительные результаты, все-таки есть репутация такая, что не всегда мы быстро к людям возвращаемся, не всегда у них так быстро все получается, как хотелось бы, но это просто, как бы, ингредиент того, что, ну, мы заняты, и мы, нам не безразлично, вот, побыстрее что-то сделать, избавиться, как говорится, клиента от дела, вот, лишь бы его подать быстрее, лишь бы как-то вот с клиентом разобраться, ну, нам просто качество – это номер один. И по этой причине, ну, вот, люди должны с менталитетом тоже быть таким, что, да, они доверяют, но также они, как бы, спокойно относятся к тому, что нужно просто подождать, просто иметь терпение, а если это проблема, тогда лучше не обращаться ко мне изначально, потому что, ну, надо каждому человеку уделить время, у нас нет такого, что какой-то клиент более важный, какое-то меню, все важны, вот, но у кого-то дольше чего-то занимает времени, у кого-то меньше, кого-то переносит сама служба, кого-то мы переносим, но не потому, что хочется нам просто их помучить, или они нам, как бы неинтересны, а просто надо получить результат, поэтому, да, есть репутация, что иногда долго люди ждут, просто это такое, у нас, мы так работаем. Я вам скажу, к врачу, когда на операцию, да, человек ложится, там люди думают, там, там, два часа операция, а может и четыре, понимаете, а может и, знаете, как, и вообще не быть там, как бы, не дай бог, там, какой-то летальный исход, всякое бывает, а так вроде два часа, все знают, что два часа. Ну вот, так что доверие и терпение, как бы мы только хотим сделать, как лучше, вот. Это что в этих конвертах лежит? Такие вот красненькие, такие. Карточки разрешения на работу. Грин-карты, да, грин-карты, а вот это вот номера социального страхования, вот пока мы с вами беседуем, а я на свой офис получаю. Вы их печатаете? Ну, не печатаю, я раздаю, иногда их не берут, я думаю, чёрт возьми, продать бы. Это грин-карты или это разрешение на работу? Это грин-карты, вот это грин-карты. Ну, я не получаю разрешение на работу, я только либо грин-карту, либо номер социального страхования. Классно. У меня есть такие, что год не забирают, я не знаю, что они, странно, конечно. Вот, пока мы с вами говорили, кто-то пришёл там, его приняли в буржуинство, вот он пришёл за своей грин-картой. Классно. То есть, дядя Миша любит за то, что он, говорит, карты людям выдаёт. я иногда такие сюжеты делаю, я говорю, что от имени и по поручению проекта Соединённых Штатов. Под ёлку, под ёлку сейчас как раз праздник. Под ёлку, хорошо, да, это неожиданно. Ладно. Всех с наступающими праздниками и удачи, здоровья. Спасибо. Да, спасибо вам тоже, Светочка, до свидания, мы не прощаемся. Слава, до свидания.